Привет! Меня зовут Платонова Галина, я с основателем компании Edge Tour System. Разрыв шаблонов по полной, окей! И здесь разрывает, и тут. Да. Смотрите, дело в том, что сейчас бытует очень такое мнение, что в интернете не заработать. И для того, чтобы заработать, надо много упорно работать. И для того, чтобы иметь большой чек, нужна очень огромная и большая команда. На самом деле, сегодня мы будем рвать все шаблоны. Потому что то, что сейчас мы сказали, это не соответствует действительности. И факт налицо. Перед вами сейчас находится девушка, очаровательная Гульмира из Казахстана, которая порвала все шаблоны. Я так смотрю, у нее это уже входит в привычку. Как же это сейчас происходит, мы тоже сейчас узнаем. Дело в том, что чек Гульмира сейчас превысил все вообще мыслимые и немыслимые вообще шаблоны реально. Гульмира, какой ты сейчас чек составил за сутки? Ну, всем привет. Суточный чек у меня вышел 5300 долларов. Это за вчерашний день. И всем при том, что еще не вся команда присоединилась. Сколько это по казахским деньгам? Ты уже посчитала? По казахским деньгам это больше двух миллионов тенге. Два миллиона семьдесят тысяч где-то. Больше двух миллионов тенге? Больше двух миллионов. Что касается по-русски, по-русски это больше трехсот тридцати тысяч рублей. Подумайте, пожалуйста, кто сейчас у нас находится в прямом эфире? Кто смотрит записи? Сколько времени вам нужно работать, чтобы получить такие деньги? Месяц? Два? Три? Год? Шесть месяцев? То есть конкретно, сколько это времени? И сейчас Гульмира как раз показывает то, что в принципе эти деньги можно заработать за один день. Всего за один день. Гульмира, скажи, пожалуйста, как ты вообще попала к нам в компанию? Вау. Из чего это вообще все началось, этот путь? Сколько ты вообще находишься в компании Жель Торс Систем? В компании Жель Торс Систем я нахожусь с февраля месяца. Как ранее говорила, больше полгода я не занималась вообще, то есть я физически не могла этого сделать, потому что у меня были другие немножко приоритеты. Болела мама и поэтому, соответственно, мне приходилось находиться рядом с ней. И в октябре месяце я активно включилась в работу. Сейчас на данный момент у меня 10 лично приглашенных, но в команде уже 485 человек. Круто, круто. 10 личных партнеров, которым ты рассказала о системе Торс Систем. Да. А чем она такая уникальная, что ты начала об этом рассказать? Уникальна тем, что до этого, ну, расскажу такой небольшой свой краткий путь. Я очень долгое время работала в различных сферах, ну, то есть на наемной работе. Лет 8-10 где-то работала, наверное, в сфере ломбардов, работала в Акимате. По-российски это, наверное, будет администрация. В общем, в сфере красоты, в салоне красоты работала, занималась много чем. Потом ушла в МЛМ-индустрию. Я работала в двух проектах МЛМ. Тоже были результаты, но результаты как-то не приносили... А это были товарные компании или бестоварные? Где-то были? Это были бестоварные компании. Я не то, что плохо отношусь к товарным компаниям, но это нужны склады для хранения. То есть это определенные, как бы, затраты, определенные трудности. В основном, ну, как бы, такой онлайн-продукт. Это были лицензионные программы для предпринимателей. То, что мы там устанавливали, это система кэшбэка. Вот. Потом какое-то время я ушла в путешествие Инкрузис, как все, наверное, знают. Есть такая компания Инкрузис, там круизы. Вот. Там я долго не задержалась. Почему? Потому что, ну, такой, скажем, маркетинг немножко сложноватый. И продажи очень сильно упали. И, как бы, не было людей, которые бы вдохновляли. В общем, был такой период, когда я ушла в саморазвитие. Мастер-кит все, наверное, знают. Купила себе тренажер. Потому что появилось много вопросов. Почему я мало зарабатываю? Почему у меня нет гармоничных отношений? Даже элементарно в семье бывает же такое, что вот братья-сестры ссорятся. У меня вот с братом были в какое-то время тоже натянутые очень сильно отношения. А потом я решила для себя попробовать тета-хиллинг. Это тоже одна из таких методик исцеления через подсознание. Вот. И применяя все вот эти практики на своей жизни, честно говоря, устала копаться. Копаться в своей душе, копаться в своих установках. В каких-то обидах. Ну, то есть, как бы, само копание это ни к чему хорошему не приводит. Когда я услышала о системе ТОР, мне понравилось то, что здесь не нужно заниматься раскопками своих проблем каких-то. То, чего у тебя нет в жизни. Здесь немножко другая методика, другая система. То есть, метод ненасилия. Ты не сковыриваешь там старые раны, которые вроде бы затянулись, а ты опять все это взрываешь. Здесь мне понравилось то, что вырабатывая новые нейронные связи, производя гармонизацию семи своих интеллектов и взаимодействуя с девятью энергосистемами, ты просто приходишь в такой баланс, что у тебя результат не заставляет себя долго ждать, скажем так, ни финансовый, ни в отношениях. А что это произошло? Ты можешь поделиться, что у тебя произошло? Ну, у меня началось с того, что когда только стала я заниматься, меня всегда не удовлетворяло наше такси, скажем так. Ну, то есть, началось с обычных мелочей. Стали приезжать машины комфорт-класса, потом стали возвращать долги, как ни странно. А ты им звонила, отдайте мне долги, как это происходило? Нет, нет, это, знаете, как-то так произошло, само собой. Я просто осознала, почему так произошло, поблагодарила этих людей, скажем так, отпустила ситуацию. Ну, то есть, есть инструменты, благодаря которым ты понимаешь, отпускаешь всю эту ситуацию, не создаешь напряжение. То есть, есть в нашей методике такие штучки, очень хорошие, да. То есть, там есть такие лаймхаки, когда мир вокруг тебя меняется, и все. Мир вокруг тебя меняется, потому что меняешься ты. И при всем при этом я не прилагала там усилия, как, допустим, в мастер-ките, миллион раз задавать один и тот же вопрос, почему со мной это происходит, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, здесь ты просто выполняешь задания, выполняешь практики, и все это просто как-то приходит в твою жизнь незаметно, скажем так. Потом ты начинаешь это чувствовать, замечать, и происходят каждый день какие-то маленькие чудеса, подумал о ком-то, захотел что-то, и раз оно и появилось в твоей жизни. То есть, ты стала волшебницей, да? Да, да. Я хочу сказать даже больше, те методики, которые я получала в тета-хилинге, здесь они усилили все именно лучшие качества, которые были во мне. И, можно так сказать, почти-почти все деструктивные программы истребили мои. Супер-супер. У нас сейчас как раз в чате тоже Айшат пишет, что у меня тоже так происходит. На самом деле это случается со всеми, кто заход на территорию осознанного развития и занимается, да? То есть, делают упражнения, делают практику, выполняют все, что там написано. Если просто купить билет, скажем так, в спортзал и не ходить, не заниматься, ничего не произойдет. Поэтому обязательно делайте, выполняйте задания и все будет чудесно. Маленькие чудеса превращаются в огромные, большие. Поговорим теперь о больших. Когда у тебя появился первый партнер и в компанию приходит, ну как бы для себя, да, решить какие-то такие свои вопросы. Кто-то приходит за деньгами, да, и потом решает свои вопросы. Вот у тебя ты пришла решить свои вопросы. То есть, о финансовой стороне ты не думала? Да, о финансовой стороне, о маркетинге я тогда была далека от этого. Мне понравилось мое состояние, которое вот я приобрела для себя сначала три модуля, ну потому что как бы стоимость адекватная, попробовала. Мне понравилось пребывать в этом состоянии и, естественно, ты начинаешь делиться со своим теплым окружением, со своими друзьями, родственниками, подругами. В общем, я уже не смогла уезжать, я уже перла. Да, после того, как я три модуля прошла, у меня есть активный партнер, зовут его Тимир Булат Сериков. Партнеры нашей компании очень хорошо его знают. Тимир Булат, это очень грамотный бизнес-тренер по продажам. В свое время мы с ним двигались в инкрузисе, хотели путешествовать и зарабатывать деньги. И так как продажи упали, у него тоже были какие-то определенные такие моменты, что ну не идут продажи, вот бывает же такое, не идут и все. Я, естественно, стала делиться с ним в плане того, что, говоря же, надо найти точку соприкосновения. Даже некоторые говорят, что с теплыми контактами сложно работать, я считаю, что нет. Потому что ты этого человека очень хорошо знаешь, ты вроде бы и так, и так, и так. А ему понравилось мое состояние, он говорит, гуми ты стала, говорит, какая-то более добрее, более веселее. Честно, были такие... Он сразу увидел у тебя изменения, да? Да, да, то есть он почувствовал мое вот это внутреннее состояние. Были такие моменты, когда мне прям хотелось кусаться. Он знал меня до и после того, как я уже пришла в ТОР, ему понравилось. Я говорю, Тима, давай сделаем так, ты попробуешь, не понравится, я тебя не держу. И вот 80% моей команды сделал мне Тимир Булат. То есть это один из таких мощных лидеров, на котором держится вся казахстанская команда. Мне очень повезло с активными партнерами. Второй активный партнер – это Гульнара. Гульнара, мы с ней учились еще в училище. Она с одного, мы с одного города. Сейчас она в данный момент проживает в Алматы. Несмотря на то, что мы далеко друг от друга, тем не менее мы очень тесно общаемся. Это вот два моих лидера, которые создали, в общем-то, такую команду почти в 500 человек за такой короткий период. За два месяца у тебя сейчас команда 500 человек, из которых 10 личных приглашенных. Да, да. Супер, супер. И скажи, пожалуйста, деньги на самом деле нешуточные заработаны, да? Как? Я говорю, ну, на данный момент у тебя нешуточный такой чек. Да. Реальный. Да, больше 300 тысяч рублей за 1 сотки, да. В месяц, как мы знаем, 28-31 день. И есть возможность зарабатывать, да, и без ограничений. Причем в компании GL нет ограничений на вывод, нет ограничений на доход, да. То есть компания вас как бы не принижает, как бы в баночку вас не сажает, да, как плохо. Да. Не дай бог заработали больше, да. Да, хочу еще подметить, что вот придя в компанию, сначала как бы мне понравился сам продукт, а Тимир Булат, когда стал получать первые деньги, ну, у нас стали когда падать первые деньги, ну, представьте, вот зарабатываешь, тут же выводишь, и они вот здесь и сейчас. Нет такого, что ты там копишь какие-то бонусы, баночки, потом это надо передавать, распространять. Ты заработал и тут же сразу обналичил. Ну, это вообще, конечно, для меня было каким-то нонсенсом. Ну, в общем, вы поняли. И понравилось то, что выплаты были мгновенными, вывод есть, ограничений нет. Потом уже, когда мы стали понимать в маркетинге, какая вообще бизнес-модель, у меня просто вот прям первое время я как бы не осознавала, думаю, ну, неужели, неужели можно такие деньги зарабатывать. Потом, когда я все это просто математически просчитала, думаю, ну, в принципе, да. То есть сейчас как бы и доказывает это то, что да, зарабатывать такие деньги раз в день – это тоже нормы. Вот сейчас для меня как бы это норма. Приоткрою такую небольшую завесу, скоро будет вас ждать еще новый сюрприз, опять же, с Казахстана. Можем ждем, можем. Да, вы, наверное, уже догадываетесь, кто будет вторым феноменом по суточному чеку. Ждем, ждем, пока молчим. Да, пока молчим. Да, в общем, зарабатывать на самом деле не так-то сложно. Все зависит от того… И по поводу сложности, скажи, пожалуйста, вообще лопата вообще для денег тяжелая? Не очень. Какой зависит твой инструмент, твой инструмент рабочий? Телефончик, ручка и блокнотик. Инструмент, телефончик, ручка, блокнотик. Блокнотик, да. А, ну хотя рисовать-то тогда надо блокнотик. Салфетки подают тоже. Иногда нужно рисовать. Иногда нужно рисовать для чего? Для того, что у нас есть четвертый, пятый модуль. Там, где раскрываются темы именно родологии. Вот у кого отношения с родителями не очень, прям рекомендую проработать именно родологию. Еще в пятом модуле мне понравилось то, что там есть инструменты по нумерологии. Когда я стала понимать свои цифры и знать цифры человека, людей, с которыми я взаимодействую, я стала понимать больше других людей. То есть это еще дополнительный инструмент в пятом модуле, который помогает тебе коммуницировать с любым человеком. То есть ты понимаешь, какая его природа, какой он по сути, какие там планеты, цифры преобладают у него. И ты уже можешь выстроить определенный диалог и, соответственно, привести его к тому состоянию, чтобы он тебя услышал. Ну, то есть понять, на каком языке с ним разговаривать. Ну да, да. Да. Это облегчает задачу в плане того, что... Это пригодится вообще в любой сфере. Это не только для рекрутинга. Это можно применять вообще и в жизни. Если ты не знаешь, не умеешь ты ладить там с соседом, да, посмотрел его циферки, и ты уже понимаешь, как с ним можно коммуницировать нормально. На самом деле это работает не только на соседях, но и на родственниках, на детях, на мужьях, на женах, на родителей, да. На родителях. На всем своем окружении. Да, как с ними разговаривать на одном языке. Это очень классно. Вот тебе тут тоже пишут. Благодарю. Ты красотка. Гордимся тобой очень сильно любим тебя. Ты реально классная. Ваааа. Благодарю. Благодарю девочке. Смайлики, да, нам приятно. Благодарю вас, ребят. Я вас тоже всех люблю. Кульмир, ты была одна из первых на седьмом модуле, то есть и показала пример своим партнерам. И сегодня, вчера, сегодня это просто какой-то бум. Все идут в седьмой модуль. 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 Да. То есть это на самом деле. На самом деле седьмой модуль, он считается заключительным пазлом в нашем онлайн обучении. Я считаю, что нужно всем дойти до него. Потому что без полноценной гармонизации, когда вот у человека чего-то не хватает. Ну, представьте, вот в машине нет одного колеса. Она же просто-напросто не поедет. И, соответственно, когда человек, допустим, отучился три класса, а не десять классов. Ну, это вот мое личное, сугубо мое мнение. Вы можете, конечно, с этим не соглашаться. Но я считаю, что семь модулей должны пройти все, кто хотя бы вступил на нашу площадку обучения. Те, кто еще, конечно, не приобрел, не тяните. Если вы хотите изменить свою жизнь в качественную сторону, получать доходы, иметь гармоничное отношение и с детьми, и с родителями, и со своим окружением, очень вам рекомендую покупать модули, работать, работать прежде всего над собой, изменившись сами. Вы просто представьте, сколько людей вокруг себя вы можете изменить. Я знаю, что у тебя есть сын, которому 13 лет. Зовут его Ислам. Как он относится к твоей профессии? На самом деле, да, у меня есть сын, очень замечательный ребенок. Ему нравится то, чем я занимаюсь, потому что в первую очередь то, чем я начала заниматься, это отразилось на нем. Сейчас я для него вообще какое-то, наверное, божественное существо. Он говорит, мама, я так тебя благодарю, что ты меня родила. То есть представьте, насколько мы стали друг друга слышать, понимать. Хотя раньше были такие прецеденты, что он, как ребенок, чего-то там не хочет делать. Я, как мама, настаиваю. По цифрам, ну у меня цифры такие, у меня больше мужских энергий, у него больше женских энергий. Ну и представляете, конечно же, что конфликты были какие-то. А ты кто у нас? Я араху двойной прям. А вообще в экспрессии Юпитер. В экспрессии Юпитер. То есть у меня тоже есть такое уж непризнание авторитетов. Но сейчас я все это как бы смягчила каким-то чудесным образом. Кстати, поделюсь с вами... Благодаря Кемитор, мы знаем, что это за чудесный способ такой. Да, да. Хочу с вами еще поделиться. Я раньше сквернословила очень сильно. Да, да, да. Мне стыдно в этом признаться, но я скажу об этом. Потому что именно придя в ТОР-систему, разговаривая... Не помню, с кем-то я говорила. И я заметила, что я, оказывается, перестала выражаться. И это произошло как-то так плавно. Я себя не заставляла, не насиловала. Там, Гульмира, нельзя плохие слова говорить. В общем, все это как-то так плавно произошло. И сыночек очень рад. То, чем я занимаюсь, сколько я зарабатываю. Он от меня не отстает. Везде ездит со мной на ретриты, на тренинги. Крайний тренинг был, когда приезжал наш мастер, Александр Станиславович Корнеев. Он прям с удовольствием все два дня сидел, впитывал. У него было свое такое понимание. Многому научилась прям у него. Слушая его инсайты, я для себя много чего взяла. Вот именно для себя. Мы взрослые, немножко такие вот консервативные. И особенно люди, которые вот с постсоветского пространства. Вы же понимаете, что мы все жили в закрытом государстве. У нас было в дефиците все. Знания, вещи, информация. Ну, все было в дефиците. Развития практически никакого не было. И, соответственно, не финансового роста. У всех была стабильная зарплата. Человеческая жизнь, в принципе, была предопределена от рождения и до самой смерти. Вот. И нам немножко где-то было... Мне, допустим, где-то было трудно понимать какие-то вещи. А он, как современный ребенок... Ну, сейчас же, вы же понимаете, сейчас вообще вот такой период, а не какие-то мега-мега-мозги. Дети нового поколения. Он намного быстрее понимает, чем я, то, что... Он не такой закрытый, он как раз открытый. Да, да. Взрослые, они уже такие как бы со своим багажом, все там уже налепили, как бы забили. Да, мы со своим багажом, нам сложно вот это принять, перенастроиться. А для них это прям на раз-два. И я же говорю, я очень многому у него учусь. Так что, у кого есть дети, тоже можете присоединять вместе с детьми. Они еще вас научат, пройдя нашу площадку. А что ты посоветуешь тем людям, которые думают заходить на территорию осознанного развития, не заходить? Потому что, в принципе, если говорить о том, что обучение, да, сейчас очень много подобной информации. Чем отличаемся? Мы чем отличаемся? Мы отличаемся от других систем тем, что даже взять элементарные марафоны, тренинги, эффект тренингов, марафонов, я просто по себе знаю, не понаслышке очень много тренингов проходило. Эффект тренинга проходит через две недели максимум, держится месяц. А здесь идет онлайн-сопровождение, во-первых, два раза в неделю, что не дает тебе расслабиться. То есть это прямое сопровождение самого мастера, оно не дает тебе выбиться из вот этой колеи. И когда ты ежедневно применяешь в своей жизни элементарные вещи из модулей, то у тебя просто нет другого пути, как получить результаты, плоды своих знаний. А что ты скажешь тем людям, которые наоборот думают, что духовность, то есть в принципе духовное знание, которое дает систему торсистам, и деньги несовместимы? Вот что ты скажешь этим людям? Ну, обычно я таким людям говорю, все мы живем в материальном мире. Вот если бы мы занимались только духовностью, ну, зачем вы тогда носите там элементарно золото, ездите на дорогих машинах, даже, ну, ладно, хорошо, даже возьмем общественный транспорт, автобус. Если вы настолько не материальные, а духовные, ну, рассекайте бешком по тысячу километров, к примеру. Ну, к примеру, вот с Астаны до Алматы долететь – это тысячу километров. Ну, как вы вот это расстояние одолеете, если, допустим, не самолет, либо не поезд? За это же надо же денежку заплатить. И потом, смотрите, опять же, когда мне задают такой вопрос, что если у вас такой духовный продукт, зачем вы привязали его к материальному? Опять же, элементарно, если вот поставить на чашу весов, если что-то будет одно преобладать, другое обязательно рухнет. Опять же, для гармонизации человеческой души, человеческого тела, потому что мы живем в материальном мире, и нам от этого никуда не деться, как бы вы ни крутили и ни вертели. Ну, это мое понимание, и люди, которые так говорят, мне кажется, они глубоко заблуждаются, что нужно развивать только духовность. На самом деле очень часто встречаются люди очень духовные, но очень бедные, и наоборот, богатые, но в духовности никакого отношения не имеют. И на самом деле, да, когда задают такой вопрос, вы просто спросите, а кто вам сказал, что это несовместимо? В чем вы взяли, что духовный и верующий человек должен быть нищим? Кто это сказал? Ну да, по идее. И почему богатый человек, да, он должен быть каким-то там вообще, да, безбашенным? На самом деле это одно целое, да, это называется гармоничная жизнь, на самом деле. Гармоничная жизнь? Когда вы живете, то есть гармония во всех сферах. Это вот как раз то самое то, и одно без другого не бывает. И в нашей компании вы становитесь как раз не только богатыми духовно, да, но богатыми и материально. Материально. Конечно, это очень-очень классный навык. Что ты посоветуешь тем, кто уже в компании GL? Те, кто в компании GL, я советую заниматься модулями, развивать свою финансовую бизнес-емкость, расширяться морально, духовно, физически. В общем, все семь видов интеллекта прокачивайте, ребята, все будет просто замечательно. Потому что я не очень любила спорт в свое время, но тем не менее поборола свою вот эту лень. Сейчас хожу на йогу. И, вы знаете, облегчение, прям очень хорошее облегчение. И я заметила тот фактор, что когда я стала заниматься йогой, у меня стали приходить деньги. То есть это, опять же, я по цифрам просчитала, по цифрам поняла, что... Да, по цифрам мне прям надо заниматься йогой. Я пошла на йогу, и результаты не заставили себя ждать. То есть это как минимум пять модулей. Это только для того, чтобы так как-то выровняться немножко. А так, чтобы прям вау-эффект получить, это, конечно, нужно семь модулей покупать. Ну и главное — это открыть, открывать, проходить. Да, обучаться именно как минимум пяти модулям. А как максимум, если вы хотите прям полнейшего результата, то это семь. А как часто ты возвращаешься в обратные модули? Вообще возвращаешься? В обратные модули периодически, честно скажу, возвращаюсь. Периодически возвращаюсь, потому что, знаете, проходя модуль за модулем и возвращаясь обратно, у тебя появляются новые инсайты, что ты там что-то... То есть ты на те модули, которые уже проходил, уже смотришь другими глазами. Другими глазами у тебя другое понимание и другой подход. Тут как раз тоже Анна пишет, что тоже благодаря системе торсистов наладила отношения с мамой. Это очень классно, да, очень благодарно. На самом деле, когда налаживаешь отношения со своими близкими, с родными, это вообще очень дорогого стоит. Одно из самых главных вообще, для чего мы вообще здесь живем. Круто. Да. Так, ребята, дорогие, у кого есть вопросы в Гульмире, пользуйтесь возможностью задавать их прямо здесь, в прямом эфире. Обязательно на все ответят. Задавайте вопросы. Возможно, как это сделать человек, да, больше 300 тысяч рублей за один день. Какие-то еще вопросы задавайте, пишите, не скромничайте. Скромность – это удел бедных. Поэтому рассказывайте о себе, о своих возможностях, о своих достоинствах, о своих достижениях, чтобы как можно больше о вас узнавали другие люди и присоединялись к вам. Потому что когда вы делаете что-то хорошее, что-то большое, то есть, ну, человек на самом деле напрямую зависит от того, чем вы занимаетесь. И чем ваша больше польза, тем больше ваш доход. Не важно, чем вы занимаетесь, в сфере работаете. Но чтобы об этом узнали, надо об этом рассказать. Поэтому соцсети – это очень классная такая вещь, когда все узнают. Как раз появился первый вопрос. Тебе видно? Нет, не совсем. Я тогда прочитаю. С какого модуля явные результаты можно зарабатывать? Потому что я рассказываю, пока тишина. Ну, смотрите, именно по финансам, как минимум, это пять модулей. И вот именно на пяти модулях ты начинаешь ощущать первые деньги. На трех модулях, да, конечно, можно заработать. Но зачем прилагать одни и те же усилия, если можно купить как минимум пять модулей? Во-первых, там больше инструментов, там больше информации и там больше денег. Естественно, как бы семь модулей купить не всем по карману. Это могут позволить себе не все. Если брать среднестатистическое население, то не всем по карману такая сумма. Ну, пять модулей, 449 долларов, я думаю, осилит любой человек. И оттуда и пойдут очень хорошие деньги. Так, дальше задают вопрос. За какой срок собрали команду личников? 10 человек. Команду личников я собирала постепенно. Вот, кстати, мне посчастливилось, что два моих активных личника, они пришли именно в самом начале, когда я только начала рекомендовать. Тимир Булат, это был мой первый личник, благодаря которому я просто сижу и просто получаю финансовый результат. Я ему очень-очень благодарна. Сладите шустрых картинок. Да. Ребят, найдите двух Тимир Булатов, и все у вас будет в шоколаде. Каждый раз закрывается. Смотрите, кому вообще стоит рассказывать? Рассказывать нужно людям, которые интересно жить, да? Которые ищут все новое, которые любят развиваться, которые любят путешествовать, которые любят получать хорошие деньги. Но самое главное, те, которые готовы действовать. Потому что вот то, что сейчас перечислено, как бы правила их всех, да? Ну, когда... А что делать надо? Работать? А, лохотрон, да? Да, 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 есть такое. Ага. А на что они... Тимир Булата клонировать... Тимир Булата можно клонировать. Но это будет стоить очень дорого. Спрашивают, на что партнеры заходят, на обучение или на деньги? Ребят, на самом деле, кто как. Приходят люди разные. Кто-то приходит за деньгами, кто-то приходит за знаниями. Но я хочу вам сказать, что те люди, которые пришли за деньгами, они понимают, что без этих знаний сакральных денег они не получат. Так что все взаимосвязано. И продукты, и деньги. Многие стараются, многие пыхтят. Ну, в принципе, я думаю, и в нашем окружении есть, да. И сами такие тоже были. Работаешь, работаешь, а денег нету. Вроде больше получаешь, а их становится еще меньше, да. То есть, почему это так происходит, вы можете узнать, зайдя на территорию осознанного развития. Торсис, у нас тут есть все ответы на все ваши вопросы. Так, следующий вопрос. Пользуетесь ли вы таргетированной рекламой? Нет. Ребят, скажу честно, я с соцсетями вообще на «вы». Сейчас только-только вот хочу попробовать таргетинг и все остальное. Все свои чеки, которые я заработала в предыдущем месяце и в этом, все это сделала я на земле, в оффлайн. Единственное, люди, которые были в других городах, это по телефону. Спрашивают, Гульмира, вы свои чеки сделали на земле или через интернет? На земле. На земле, я только что сказала об этом. Да, так что земля тоже работает, не верьте тому, кто... Земля работает, ребят. Ребята, земля работает и теплые контакты работают. Не говорите, что теплые контакты не работают. Работает все у того, кто работает. Это самый важный момент. Работает все, если вы делаете, то работает. А если один-два раза попытались, кому-то рассказали и остановились, то, конечно, оно не работает. Кто у тебя планы вообще? Расскажи о своих планах. Ребят, у меня планы... Точнее, нет, о планах не рассказывай. Расскажи о своей мечте. О планах не рассказывай, о мечтах давай. Да, моя мечта всегда была жить где-нибудь поближе к морю. В общем, вы знаете, до прихода на территорию осознанного развития я планировала купить недвижимость за границей. И, ну, так получилось, что в Алма-Ате у меня есть одна подруга, она говорит, ты знаешь, вот на Северном Кипре есть, говорит, есть программы очень хорошие, там экологически чистая такая зона. В общем, так получилось, что оказалось, что Елена Кононова на Северном Кипре открыла такой мощный продукт, как GL Tor System. И когда я понимала, что это не просто так вот мысль ты запустил, и она вот, она пришла к тебе, и пришла именно через этот продукт, и еще и зарабатывать хорошие деньги. То есть теперь у меня стопроцентная уверенность, что я в скором будущем буду жить там. В скором будущем, это в следующем году, скажем так. Отличные деньги? Это такие маленькие планы, которые я хочу на 2020 год. Мечт, конечно, очень многое, но не хочу о всех рассказывать, эфир занимать, ваше время занимать. Мечтают все по-разному. Ты пока рассказывай. Так, смотрите, по поводу, был ли опыт в MLM? Был. Пересмотрите прямой эфир. Да, был. Так, ну что, заканчиваю. У меня тут пишут, что зарядка заканчивается, поэтому будем завершать. Все. Гульмира, благодарю тебя за прямой эфир. Напомню, с вами сейчас на связи были супер-чек за один день компании GL Tor System Гульмира. Аплодисменты ей в виде сердечек, плюсиков, ладошек. Попер. Благодарю вас. И основатель компании GL Tor System Галина Платонова. Можно было выращивать. Попер. Я вам показываю. Продолжение следует...